Всем привет! Егор, привет! Из Узбекистана, город Ташкент. Меня зовут Евгений. В этом видео я хочу показать вам свою тестовую тренировку и поделиться, как я с помощью советов Егора, с помощью его статей и видео смог вернуться после операции в поясничном отделе позвоночника не только к нормальной жизнедеятельности, но и к тренировкам в тренажерном зале. Да, конечно, мне не повезло. Вылезла у меня грыжа в позвоночнике. И без операции, к сожалению, я не смог восстановиться. Ну и не знал, конечно, что будет после операции. Но ходить я вообще не мог. Не то что ходить, даже не мог встать на свои две ноги и стоять в вертикальном положении. Онемела нога, были адские боли. Решили делать операцию. Пройдя через операцию, я смог встать на свои ноги, но оставалась слабость в ноге, боли по ночам, на холод и онемение частично в стопе у меня осталось. Ну и, естественно, врачи запретили поднимать какие-либо тяжести. Да и вообще тренироваться в тренажерном зале. Ну и думал я. Начал думать, что мне делать. Начал искать информацию в интернете и наткнулся на канал Егора. Изучил его собственную историю преодоления межпозвонковой грыж и протрузии и решил, что это, возможно, мне поможет. Да, конечно, межпозвонковый диск у меня спрессован, но он есть. И я решил попробовать ходьбу пешком. Стал делать гимнастику из йоги. Стал делать экстензии, гиперэкстензии. И потихонечку таким способом я восстановился. Начинаю разминку на эллипсе 5-10 минут до выступления легкой испарины. Затем пойду делать экстензии. Экстензии всегда делаю в начале любой тренировки. 4-5 подходов. В экстензиях я дошел до 80 кг на 10 повторений. После экстензии пойду приседать. Что хочу сказать о приседаниях. Приседать я буду не с весом собственного тела, а на 10 кг меньше. Вешу я 80 кг, но после операции я дошел в приседаниях до 70 кг. И приседаю сейчас. Ну, последний раз приседал 70 кг на 10 повторений, 2 подхода. Вот. Остальные упражнения буду делать с весом собственного тела. По этому поводу даже сначала не хотел снимать тестовую тренировку. Сделать видео просто о том, как с помощью советов Егора я смог восстановиться и вернуться не только к нормальной жизнедеятельности, но и к тренировкам в тренажерном зале. Но потом все-таки подумал, пусть это будет на 10 кг меньше. Вот. Но зато я проверю себя. Вот. И решился снять тестовую тренировку. Конечно, чувствую, что могу уже присесть и в 80 кг, но все-таки, как говорит Егор, лучше не кормить свое эго, а потихонечку наращивать веса на штанге. Тем более, я после операции в поясничном отделе позвоночника, поэтому потихонечку поприседаю еще несколько тренировок. 70 кг и потихонечку буду добавлять вес. Ну и последний подход. 80 кг экстензии на 10 повторений. Ну вот, все. Моя спина готова к приседаниям. Начинаю разминку. Сначала с пустым грифом на 5 раз. Затем 50% от рабочего подхода на 5 повторений. Затем 75% на 5 раз. И 90% на 2 повторения. Вообще, когда я начал приседать, мне стало становиться намного лучше. Также, конечно, я ходил очень много пешком. Стал делать гимнастику из йоги 3 раза в день. Начал делать экстензии. Начал делать гиперэкстензии. Что, несомненно, улучшили мое состояние. И боли стали покидать меня. Но онемение в ноге полностью прошло у меня после того, как я начал приседать. И чем больше я приседал, чем больше вес на штангу я вешал, тем лучше мне становилось. И сейчас меня вообще ничего не беспокоит. Вообще ничего. Я делаю гимнастику из йоги утром и вечером. Также делаю гимнастику после тренировки. Делаю экстензии в начале тренировки. И делаю гиперэкстензии в конце тренировки. И ничего меня не беспокоит. Уже больше года я делаю гимнастику и экстензии, гиперэкстензии. Большое спасибо Егору за его статьи, за видео и вообще за весь огромный позитив, который он несет в массы. Я ему очень признателен и благодарен. Ну вот начался мой рабочий подход. Обратите внимание, что приседаю я без всяких корсетов и поясов. И Егор постоянно об этом говорит, что пояс только может усугубить ситуацию, так как он расслабляет мышцы кора. Поэтому я приседаю без пояса. Также по совету Егора я никогда не качаю пресс закрепленными ногами, поднимая корпус. Всегда это делаю на полу, делаю скручивание, либо на брусьях поднимаю ноги. Очень интересный и познавательный канал Heavy Metal Gym. Очень грамотный подход к тренингу, очень грамотно объясняет Егор все, очень все понятно. И самое главное, очень много информации бесплатно в открытом доступе. Приседать я начал сначала собственным весом тела, потом взял палочку деревянную, затем взял пустой гриф в 10 кг, затем взял гриф в 20 кг, затем начал вешать потихонечку блины. И таким способом потихоньку за 8 месяцев я дошел до 70 кг. Ну вот, и закончил я приседать, получилось у меня 30 повторений. И следующее упражнение буду делать жим лёжа. Начинаю разминаться. Сначала с пустым грифом, затем 50% на 5 раз, затем 75% тоже на 5-6 раз, и 90% на 2 повторения. После операции, как наткнулся на канал Егора, изучил его ступени натурального бодибилдинга, начал применять подтягивания и отжимания на брусьях. Только эти два упражнения я стал выполнять, так как не мог ничего делать на нижнюю часть тела. Вот, и дошел в отжиманиях от брусьев. Сделал 5 подходов по 20 раз и подтягивался 5 подходов по 10 раз. Ну а потом, как уже укрепил спину экстензиями и гиперэкстензиями, стал приседать. Также использую такие упражнения, как гак приседания и жимы ногами. Так, начинаю рабочий подход на максимальное количество повторения. Так, начинаю mexэйвовать в отжимание. 18 раз у меня получилось и следующее упражнение подтягивания также делаю разминку 50 процентов на 5 раз 75 процентов на 5-6 раз и 9 90 процентов на два повторения на 5 раз на и и и и и и и и последние разы уже идет тяжеловато и получилось у меня 20 повторений и и заключительное упражнение в тестовой тренировке отжимания от брусьев также делаю разминку отжимания от брусьев лучшее упражнение для грудных мышц и и вообще развивает весь плечевой пояс после того как я дошел в пяти подходах по 20 раз в отжиманиях на брусьях придя в тренажерный зал я смог взять штангу сразу в 90 килограмм и пожать на пять повторений как и и и и и и и и и 36 раз у меня получилось и в конце тренировки всегда делаю гиперэкстензию этот станочек я собрал сам к сожалению нету в городе ни в одном зале станка гиперэкстензии и не было возможности у меня его приобрести поэтому пришлось придумать и собрать самому как говорится тот кто хочет ищет способ и действует а тот кто не хочет естественно ничего не делает ищет только отговорки вот таким способом я делаю привязываю блин в 15-20 килограмм и в конце каждой тренировки делаю 3-4 подхода по 15-20 раз упражнение номер один для поясничного отдела позвоночника как говорит егор и я с ним полностью согласен так как сам восстановился и смог приседать только благодаря гиперэкстензии и дошел в приседаниях до 70 килограмм как вы все видели ну и в конце всегда делаю гимнастику обязательно гимнастику нужно делать и тем у кого есть проблемы с позвоночником и тем у кого их нет чтобы их никогда не было как известно лучшее лечение это профилактика ну вот и подошла концу моя тестовая тренировка всем спасибо надеюсь было интересно это мое первое видео до этого никогда не пробовал снимать надеюсь вам понравилось заходите на канал его смотрите видео заходите на сайт и чем джим точка ру там очень много полезной и грамотной информации о тренинге о питании о восстановлении и масса всего полезного для того чтобы тренироваться грамотно и самое главное без травм и вся информация в егоров в открытом доступе совершенно бесплатно за что его вам огромное спасибо вы помогаете многим людям спасибо за просмотр! спасибо! Спасибо за просмотр. Егор, вам огромное спасибо за то, что вы есть, за мотивацию, за статьи и видео. Всем пока, всем сухой мышечной массы и силы без травм.